В шоссе никогда не было пробок, до тех пор, пока не начертили там выделенную полосу. Получается типичная бутылочная горлышко из четырех полос в две. Выход из ситуации очевиден, но департамент транспорта заявил, образовавшаяся пробка отличный стимул пересесть автомобилистам на автобусы. Подробнее читайте в блоге Александра Шумского. Об этом и о многом другом вы узнаете на сайте ECHO MSK.RUM. С вами был Андрей Гаврилов. Удачного дня! Радио Кировград Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Здравствуйте, продолжаем. Добрый день. Дневной разворот в Кирове. В студии Елена Овчинникова и Владимир Смельтанин. Наши сегодняшние гости, напомним, Валерий Турула, депутат Заксобрания Кировской области, председатель Комитета по экономическому развитию, промышленности, торговле и предпринимательству и коллега Валерия Николаевича по Заксобранию Дмитрий Русских. Добрый день. Депутат, добрый день. Да, добрый день. Мы заявляли тему «Регионам предложено решать, как выбирать губернатора». Госдума в среду почти единогласно поддержала законопроект, который дает право теперь законодательным собранием регионов самим решать, как будет избираться губернатор. Это будет всенародное голосование или будет назначаться президентом. То есть мы сегодня говорим об этом, но я бы перефразировала, возьму в себя смелость, перефразировать тему. «Регионам предложено решать, как выбирать губернатора». Я сказала так. Мы играем в демократию или это демократия? То есть вопросы к нашим гостям уже прозвучали. И к нашим слушателям тоже. И к нашим слушателям тоже. Безусловно, 708-52. Которые почему-то молчат, и мне это совершенно непонятно, потому что у каждого из вас есть свое мнение. Особенно вот в том контексте, который предложила я. 708-502, звоните, нам очень важно ваше мнение. Пишите 8-909-720-101-0, это смс. Также можно писать в наш аккаунт в Твиттере, вызван43. И опрос у нас еще, давайте напомним о нем. Как бы вы хотели выбирать губернатора? Прямые выборы. Губернатор выбирает региональный парламент. Губернатор назначает президент. Либо четвертый вариант, выборы формальность. От их результата ничего не зависит. Опрос есть на нашем сайте, эхакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Так, не ленитесь, работайте. Смотрите на опрос, выбирайте свою позицию. Ну что ж, давайте мы сейчас... Чего греха таить? Мы уже начинаем набирать депутата Госдумы. Да, у нас есть возможность сейчас связаться с депутатом Государственной Думы. Выслушайте его мнение. У меня вопрос, пока вот мы созваниваемся или что-то нам показывают. Нет, пока нет. Мы не поняли. Не в доступе сети. Не в доступе сети, да. Все-таки вот у меня вопрос к нашим депутатам. Мнение представителей Единой России. Мы уже услышали. Дмитрий Михайлович, я видела некий скепсис, когда говорил депутат Лихачев о выборах. Я видела некий скепсис на вашем лице. Поясните, в какой момент это прозвучало? И почему было? Его сегодня позиция на данный момент, а я бы сказал пока, существенно отличается от позиции партии Единой России и депутатов Госдумы от Единой России. То есть Михаил Валентинович говорил о том, что по его мнению, жутко демократично, это что? Прямые выборы. Ну, как его называют? Прямые? Прямые выборы. Ну, расшифруйте, пожалуйста. Тот, который сегодня есть. Хотя вот то, что принимали... Конкретно, скажите, что это... Которые есть в регионе. Которые есть в регионе. Которые, что, скажите, делается-то? Кто-нибудь, ответьте мне. Выборы 6% набирают под поддержки депутатов существующих. Муниципальных? Муниципальных. Ну, любого уровня, но не меньше 6%. И кондитуры... Он регистрируется, а дальше выходит на... Я радиослушатель, я радиослушатель, мне 80 лет. Я сейчас объясню. Хочу вас спросить, ребята, так мы выбираем сами или мы назначаем? Что сегодня в области? Расшифруйте, потому что словосочетание прямые выборы для меня, вот как в афишу Коза, простите. Не, я сказал, что мне 80 лет. Лен, они называются прямыми, но я их лично прямыми не считаю по одной простой причине. Закон принял какой? Что любая партия, которая находится в закон... Нет, любая партия может предложить свою кандидатуру. При всем при этом она должна набрать 6% подписи муниципальных депутатов. В моем понимании это уже сразу ограничивает участие большинство партий. При всем невозможно самовыдвижение любого жителя Кировской области. То фактически сегодня, вот при том формате, сколько у нас сегодня депутатов, только Единая Россия может взять необходимый процент. Понятно, потому что большинство Единой России, итог понятен. Вы не ответили на мой вопрос. Так нам назначают сегодня губернатора или мы его выбираем, мне кто-то скажет. Сегодня-то мы в каком... Назначаем. Сегодня губернатор Белых назначаем. Назначаем. Сегодня мы находимся в этой ипостаси. Наш губернатор назначенец. Мне кажется, это честнее даже. И сегодня у нас есть возможность что-то поменять. И законодательное собрание может проголосовать, что гипотетически возможно. За то, что мы всенародно пойдем голосовать. Будем заполнять, ставить галочки. И вот я хочу этого, 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 потому что на сегодняшний момент у меня есть список уже порядка десяти потенциальных губернаторов. Вот мое мнение. У нас в студии присутствует. Да, я в конце все-таки скажу. У нас в студии не присутствует. Та форма, которая у нас должна заработать по прямым выборам, я их называю кривые выборы, она определена. Хотя вы думаете, кривоватые. Да. Значит, она должна заработать в сентябре 2014 года, когда у нас заканчивается срок губернатора, и мы должны выйти в формат прямых, кривых выборов. Значит, сегодня, так как... То есть мы должны дождаться, что к 14-му, вернее, к сентябрю 2014 года президент определится с кандидатурой, и Никита Юрьевич либо останется, либо вместо него придет иной человек. Правильно я поняла. Нет, если Никита Юрьевич останется, то он должен будет пойти на прямые, кривые выборы. Значит, мы сегодня, что предлагает Государственная Дума Российской Федерации? А чей-то я так уверен, что его президент не назначат по второму разу? Нет, а назначать-то уже нельзя. Уже закон принят на территории Российской Федерации. В сентябре мы пойдем голосовать. Либо прямые выборы, либо... Сегодня нам предлагают еще вторую форму. Мы определили... Погодите. Либо прямые выборы, то есть назначение, либо всенародные выборы. Почему? Объясните мне, почему президент по второму разу не может назначить Никита Юрьевича Белых на второй срок? Может, может назначить. Вот два варианта есть. Два варианта есть. Либо прямые выборы, либо назначение президентом. Все правильно. Депутаты! Да, если Никита Юрьевич пройдет через эту систему. Я не хочу его до конца дочитать. У нас ближайшие выборы должны по сегодняшнему закону быть прямые. По сегодняшнему? Да. Ну, все понятно. Есть срок, на который президент назначает губернатора. Он свой срок дотрубил, а дальше вопрос к президенту. Просите, пожалуйста... Павел Николаевич, мы дозвонились до Сергея Доронина, депутата Государственной Думы. Сейчас попытаемся вместе с ним разобраться в ситуации. Сергей Александрович, добрый день. Да, добрый день. Дозвонились, наконец-то. Говорим о законопроекте, поддержанном единогласто, да, Госдумой? Практически. Ну, как у нас написано, да. Четыре партии все поддержали. 410 человек поддержали законопроект данный, да. 10 против. А вы сами как к этому относитесь? Ну, на самом деле, я уже на эту тему высказывался у вас в эфире, да. Я думаю, что надо, наконец-то, точку поставить в законопроекте или в законе о выборах губернатора. Вот как в Соединенных Штатах Америки, там закон этот действует уже более 100 лет, наверное, да. И не менять его ежегодно, там, в зависимости от политической, там, конъюнктуры какой-то, да, от каких-то условий и определиться, да. Но, знаете, наша фракция также разделилась на два лагеря, и половина депутатов фракции голосовала за этот закон, половина фракции голосовала против этого закона. Закона, ну, не знаю. А вы в какой части оказались? Вы в какой части оказались? Позвольте, я предположу, что вы были против. Да, я голосовал за этот закон, и расскажу, почему. То есть вы были за? Да. Значит, на самом деле проблема в том, что в наших политических реалиях, то есть, на мой взгляд, в условиях фактической монополии власти в регионах под флагом Единой России, этот закон, если его примут, вот в том виде, в котором его предложили, конечно же, может иметь негативные перспективы, да. То есть, иными словами, субъекты федерации, где партия власти чувствует себя неуверенно, может объявить, значит... Могут произойти некие неожиданные вещи. Понятно. Может объявить эти регионы неготовыми к прямым выборам. В этом смысле, конечно же, этот новый законопроект имеет все шансы повторить судьбу, значит, муниципального фильтра, вот который мы приняли, да, то есть большинством голосов, ставшего, значит, на самом деле реальным тормозом для участия в губернаторских выборах. Но я думаю, что... Единороссов, партии власти, то есть в любом случае, как ни крути, как ни выкручивайся, сложно представить, что человек, который был назван, представлен, выдвинут Единой России, пролетит. Вот. И почему, когда, допустим, если Единороссов из расчета, там, один к десяти примерно, да, идет, по сравнению вот с праворосов и Единороссов, ваша попытка выдвинуть своего кандидата, она равна нулю? Ну, вы знаете, я думаю, что партия Единая Россия, это же не навсегда, понимаете? Я думаю, что... Ну, надолго. В любом случае... На наш век хватит, наверняка. Придет нормальная власть, и вот действительно в регионах, в таких как Магадан, с достаточно большой территорией, с удаленностью населенных пунктов, где практически, ну, сложно там собирать подписи, ездить там тысячи километров от одного на зеленый пункт. У нас тоже большая ручка замерзает. Сергей Александрович, простите меня за мою несдержанность, но у меня возник вопрос, а нафига нам Магадан, если нас интересует личная и собственная жизнь. Простите, это не ерничество, я совершенно четко и внятно понимаю, что вы сейчас говорите о судьбе России, но нас, конечно, интересовал наш регион. То есть, давайте попробую сформулировать вопрос, который вот у меня есть. То есть, то, что сейчас сделано, вы реально понимаете, что в любом случае назначенцем, ставленником, избранным и так далее, будет человек, который пойдет от единой России? Ведь это так. Это даже, знаете, арифметически. Вы понимаете, вот сегодня практика сложилась таким образом, что малым партиям, так сказать, там, оппозиционным партиям сегодня квоты выделяют тоже по губернаторству. Есть у нас сегодня примеры, где губернатор, представитель ЛДПР, значит, коммунистической партии... Они не нужны. Квоту, да? Что? Нет, просто с нами пытаются... Я думаю, что мы к этому придем и в любом случае... А что, мы к этому пришли? У нас ги... Нет, это самое... Мы к этому пришли, мы впереди планеты всей. У нас едва ли не первый губернатор, который не является единороссом. Поэтому я думаю, что вот нельзя сегодня вот этот закон проецировать на ту ситуацию, которая сегодня вот у нас в России, да, что там Единая Россия у нас везде, и там... И каждый губернатор это член партии Единая Россия. Поэтому здесь немножко надо дальше смотреть. Нет, ну, вы знаете, когда... Мы-то пожить хотим сейчас еще. Мы-то сейчас пожить хотим, я понимаю, это Володя, которому еще 30-ти нет. А мне до пенсии там совсем чуть-чуть осталось в обозримом будущем. Я так, наверное... Ну, вот, я говорю, я голосовал за этот закон, и почему я принимал такое решение, понимаете? Я понимаю, я уже объяснила, что с моей стороны, с нашей стороны нет верничества. Мы говорим о том, что вы сейчас говорите о судьбе России, но нам бы хотелось все-таки поближе своей рубашкой, ближе к телу. Хотелось бы ответ услышать про регион. Сергей Александрович, спасибо большое. Мы вас услышали, нам очень ценно ваше мнение. Спасибо, и до свидания. В общем, все понятно. Был депутат государственный, да, понятно. По сути, это прозвучало чего? Что по одной диверсии, по другой все равно... Как вы не садитесь, никуда вы не годитесь. Да, музыканты не годитесь. Поэтому в данном отношении, если еще третий вариант рассматривать, выборы через законодательное собрание, ну, как в городе избирается глава, скажем, города, да, то в данном отношении все равно обеспечив большинство Единой России... То есть, давайте так, человек должен быть избранным депутатом законодательного собрания. Да, 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 да. Он, значит, став депутатом ЗАГСа, он будет избран из числа депутатов. Минуточку, минуточку, очень часто, очень часто, очень часто есть показатели, что варяги приходят на власть... Именно по этой схеме. Нет, вот очень часто варяги приходят на власть, и это неплохие варяги, неплохое руководство. Ну, допустим, вот смотрите, с приходом Никиты Юрьевича, давайте не будем говорить, что у нас все вообще стало вот вообще прекрасно, супер, но давайте, что есть очень много фрагментов, которых не было никогда и не было бы, не будь здесь белых. Но ведь подобная ситуация при избрании депутата не нашего, чужого, ну, я же сказал, варяг, да, ограничения вхождения в законодательное собрание. Для единороссов это не проблема, для всех остальных партий, так называемая оппозиция, вы знаете, она равна нулю. Лена, да ну, перестаньте, все это делается элементарно, если необходимо Мазепину было побеждать на депутатские выборы, чтобы стать сенатором, и он по этой схеме шел. Другое дело, что у него это не получилось. Это и было рассчитано. Вот ответ на мой вопрос, вот Мазепин хотел, но у него не получилось, я про это и говорю. Не получилось-то, потому что не договорились с Никитой Юрьевичем, если уж по большому счету. А схема-то работала, он стал депутатом, а дальше воля назначения, и все, и не более того. Вот и все. Поэтому нарушены были договоренности. Я все же закончу свою мысль. Когда мы говорим о прямых выборах, введен фильтр, который, о чем сказал мой коллега, он обеспечивает прохождение и сбор этих подписей только одному кандидату от имени Единой России. Нет, плюс техническому, если они разрешат. Подождите, подождите. И второе, технически, извините за выражение, если не в Единой России, губернатор находится, у него есть административный ресурс, через который он продавит сбор этих подписей. Я думаю, сейчас будет что-то жесткое такое, да? Извините за выражение. Вот, технически два. Извините за выражение технические. Да, не получается так, потому что если идти по сбору подписей через партии, он не соберет их губернатора. И поэтому мы видим преобразование. Я уважаю за это Никита Юрьевича. Он серьезно готовится к выборной кампании. А я вижу, как мобилизуется вокруг него административный ресурс, каким образом будет дальше двигаться. Я ему аплодирую. Нет, подождите, давайте, вы сейчас сказали, я вижу, как вокруг него мобилизируется административный ресурс. Мне хочется переспросить, это за или против? За него, за него. Потому что, на мой взгляд, это очень активная мобилизация и против. Частично. Нет, я это не сомневаюсь, но давайте так скажем. Кто сомневался, что на сегодняшний день не за Никиту Юрьевича и политическая, и экономическая элита? Ну, что тут говорить, что мы лукавим? Зачем мы банальные вещи-то будем говорить? Поэтому у него другого пути-то нету. Но у него есть шанс, у него есть возможности. Я думаю, если он покажет в оставшееся время конкретные результаты, достаточно серьезный шанс. Это первый вариант. Следовательно, о прямых выборах каких-то говорить, ну, извините, это нонсенс. Если мы будем говорить о выборах через законодательное собрание, то опять о каких-то выборах без решения там, согласования и определения большинства единой России, ну, опять ничего не происходит. Если будем говорить о назначении президентом, ну, то же самое по представлению единой России и партии власти, выбирается кандидатура, президент выбирает все равно того кандидата, который единая Россия. Следовательно, сама система, я бы ее назвал такая вот выборная система губернаторов, а король-то голый. Даже игрой в демократию нельзя назвать. То есть, в принципе... И заметьте, это сказала не я. Слушайте, вот... Да, напоминаю, мы ждем звонков от наших радиослушателей. Острейшая тема. Ну, вы поняли мою позицию. Да, я поняла вашу позицию. Острейшая тема. Меня всегда удивляет, меня всегда потрясает. Наша судьба в ваших руках. Почему народ настолько индифферентен? Казалось бы, больше еще полутора лет. Скажите своими человеческими словами о том, что вы об этом думаете. Да, пожалуйста. Задавайте вопросы депутатам. Да, дозвонились до нас. Ну, кстати, если говорить по нашей ситуации, то первый вариант, он приемлем для нашей ситуации. У нас слушатели на линии. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут? Давид Маркович. Здравствуйте, Давид Маркович. Внимательно вас слушаем. Что вы думаете по нашей теме? В отношении выбора губернатора. Я считаю, вот если мы обратимся очень коротко к истории вообще нашей, то у нас всегда сначала воеводы назначались, потом губернаторы. Но никогда эти губернаторы, которые назначались, не лезли в наши думы и не диктовали ничего. То есть дума занималась своими местными делами, а губернатор как старший товарищ. Так, будем сказать так. Ну, короче говоря, у нас народ не готов выбирать. Понимаете? Если бы не было случаев, где-то мы кого-то выбрали и сказали, да, мы поступили верно. А вы знаете, я, наверное, думаю, что правильно. Вот действительно человек дал оценку, народ просто не готов выбирать. Народ не готов просто, да. Я с этим сталкивалась. Поэтому все эти словоблудия, барматология, том-там-как. Как и прикольное слово, барматология. Ничего не надо. Надо просто делать так. Что? Говорите за себя. Назначает президент, он назначает и предоставляется местным властям. Никакие здесь утверждения, это тоже ни к чему совершенно. Хорошо. Давид Маркович, спасибо большое. Спасибо. Мы услышали ваше мнение. Вот мнение радиослушателей. Народ не готов. А может быть, не готов, а... Ну, вы знаете, вот... Не готов. Может, я коротко вам скажу? Да, потому что мы уже не готов. Подождите, у нас за последний период, за последний период было три человека. Это Бакатин, Паузин и все. И Белых, больше никого. Это нормальные люди. Все остальные я просто буду мутили. Вот и все так. Понимаете? Спасибо. Спасибо. Вы озвучили сейчас очень важное мнение, которое, в принципе, я не ожидала, что простой народ, народ относился к Белых скептически. Сейчас есть заявление. Люди увидели, что сделал губернатор. А это значит много. Во-первых, открылись глаза. Во-вторых, действительно, есть просить, на что позырить, на что посмотреть. Лена, вот еще подтверждение. Спасибо, Давиду Марковичу, спасибо и до свидания. Вот буквально сейчас нашел данные Левада-центра. Граждане не отдают право голоса. По опросам Левада-центра, 68 россиян процентов хотят сами выбирать губернаторов. Это к тому, что и при всем при этом южные и северно-кавказские регионы в таком же проценте. Процент гораздо выше, что люди хотят сами выбирать губернатора. Это центральная часть России и Дальний Восток. 74-80 процентов. Дмитрий Михайлович, а вы не рассматриваете эту идею, как желание получить за это деяние хотя бы 500 рублей? Или килограмм гречки, баночку тушенки? Вот у меня скепсис. Объясните мне, почему человек хочет сам выбирать? Кто мне объяснит? Почему хочет он идти? И кого выбирать? Я спрашивала, почему ты голосуешь за этих людей? Ты получаешь гроши. Тебя оскорбляют на работе. Почему ты голосуешь за этих людей? А потому что все говорят. То есть, понимаете, стадное чувство. Побежали, врага стучат. Я вам сейчас зачитал статистику, которая есть. Валерий Николаевич, а права или нет? Частично, да. Но конкретно по законопроекту, который принес в первом чтении. Вот чтобы все понимали. Мы же слушатели завели в 3-4 варианта. Я явность святая. Дело, я тебя святым делаю. Законопроект в первом чтении, который позволит регионам отменять прямые выборы глав субъектов Российской Федерации. Понимаете? У нас сегодня есть одна форма, которая вступила в законную силу, что новый губернатор избирается только прямым голосованием, прямых выборов. Сегодня пришла в первом чтении из Госдумы бумага, где поддержали все партии, что еще можно вторую форму предложить. Когда партии, представленные в законодательном собрании, предлагают не больше трех кандидатур президенту, а он из числа 12 по нашей территории, потому что у нас 4 партии в законодательном собрании и не больше трех кандидатов, предлагают 12 президенту, он обратно отправляет три кандидатуры на голосование законодательному собранию. Дима, угадайте с трех раз, за кого проголосуют в законодательном собрании. Я даже гадать не хочу. Я даже гадать не хочу. Это тот человек, который представляет интересы партии, который Единая Россия. То почему сегодня, я вам хочу сказать, поддержали все четыре партии? Скажу почему. Почему? Потому что Сергей Александрович уже проговорился про квоты. То вернее всего, что так как по прямым выборам фактически показывает практика, что оппозиционные кандидаты в губернаторы не могут пройти, и им никто это сделать не даст, чтобы не было неожиданностей. Они договорились, что какие-то определенные территории, может быть там 5-6, будут отданы трем партиям ЛДПР, КПРС, Справедливая Россия на то, что вот попробуйте, поруководите. Хорошо, а голосовать-то за них будет кто? И вот вы знаете, вы сказали, чтобы не было неожиданностей. Ну вот смотрите, пришел губернатор, не единоросс, и сделал нам неожиданно, причем приятно. У нас, извините, развитие спорта, а у нас, извините, достаточно много качественных и положительных позиций. А вы говорите, не делайте нам неожиданно. То есть мы уже, понимаете, мы уже наше развитие, динамику и так далее воспринимаем как неожиданность. Кто мы? Мы сегодня говорим, что большинство законодательных собраний и муниципальных дум, большинство составляет партия Единая Россия. То я еще раз говорю, что прямые выборы, что второй вариант. Что кривоватые, да какие они есть. Все равно получается, что все находится под контролем администрации президента. То есть от перестановки мест лагаемых. Вообще ничего не меняется. Вот ты вначале вопрос задала. Был Сидоров в кассир, он и останется. У нас с вами какая? Демократия? Увидится. Демократия или лжедемократия, да? То вот я хочу сказать, что у нас нет ничего. У нас как было, все так и остается. У нас Россия. У нас Россия. Вот если политологически смотреть, то в данном отношении, все же мы должны четко понимать, это есть политологический термин, буржуазная демократия в рамках ее проявления. Это их демократия, но не наша. Поэтому не надо путать. Для нас демократия и туда демократия. Слушай, это наша, мы про минуточку. Мы объявляем небольшой перерыв. А, надо, надо. Павлины, говоришь? Реклама. По статистике, россиянин потребляет около 200 килограммов молочных продуктов в год. ОАО «Лактис» производит молочную продукцию из натурального сырья и отвечает за ее качество. Спрашивайте в супермаркетах города продукцию от ОАО «Лактис». Обычные кондиционеры в народе часто называют мыльницами, потому что внешне похожи. Но только не сплит-системы ГРИ. Инверторный компрессор G-Matrix, объемный воздушный поток, ночной режим, пуск при низком напряжении, интеллектуальная разморозка, работа зимой даже при минус 20 градусах. Это вам не мыльница? Коллекция ГРИ-2012 в техцентре Венсис на Степана Халтурина 87. Качественные кондиционеры – это Венсис. Подробности на сайте венсис.рф Только с 24 по 26 января в честь Татьяниного дня. В фитнес-клубе «Прогресс» скидки всем Татьянам, студентам и преподавателям. 25% на дневные карты. 15% в салон красоты. Улица Маклина, 34. Звоните. 57 80 70 54 10 31 Юридическая компания «Яковлев и партнеры». Наша надежность стала традицией. Любите Apple? Заходите в iPort. Все новинки в наличии. Грамотные консультации, оригинальные аксессуары, рассрочка от ООО «КБ Ренессанс Капитал». Новый фирменный салон электроники Apple iBoard. Свежие яблоки по сочным ценам. Московская 9. Если грязный, как с помойки, отправляйся в автомойку. Перемоем все машины от багажника до шины. Привозите к нам авто. Мы сработаем на 100. Автомойка «Аквамарина». По дороге на БХЗ. Луганская, 55Б. Телефон 73 83 85. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Последние минуты дневного разворота. Надеюсь, сейчас очень много важного и интересного прозвучит. Очень много важного и интересного, потому что я говорю, я все время жалею. Надо включать трансляцию тихонько, чтобы наши гости не знали о том, что происходит у нас в перерыве. В перерыве происходит самое интересное. Вот и Дмитрий Михайлович, и Валерий Николаевич, это наши гости, депутат законодательного собрания. Сегодня на студии жарко. Мы спорим, смеемся, и меня потрясает. И грустим, и грустим. И меня, не, больше всего меня потрясает тема. Хорошо, что не плачем. Мы говорим о самом главном. Мы говорим о людях, которые будут нами руководить. И мы, извините за выражение, ржем. А эта тема смеха не должна вызывать. Либо мы сегодня что-то, смешинку какую-то поймали, а вообще, в принципе, получается действительно смешно. А я же вам пример приводил. Вот еще раз. Любые выборы, да. Понятно, что это игра больших сумм денег, в которых участвуют в основном крупные финансовые и коммерческие структуры. Потому что они сегодня фактически определяют вообще политику и в Российской Федерации, и в регионах. Пример город Киров. Перед выборами в городскую дому. Сколько партии «Единая Россия» набрала? Кое-как 25%. Еще больше народу не хотело, чтобы головой города был Быков. Какой результат? Собрались финансовые группы, провели выборную кампанию со всей грязью и со всей ложью, вложили кучу денег и сделали, как они захотели. Быков сегодня глава города. Вот все, что происходит, это последствия того, что произошло. Точно так же будет и на выборах губернатора в любом формате. Вопрос. Они будут кого покупать? Депутатов или будут избирателей покупать? Вот вся разница. То есть у меня такой, знаете, вот олигархический кружок сел и, значит, наморщил мозг своей государственной. Например, проявил демократию в своем кругу народа. И начал считать, знаете, как кроты на счетах. Да, выгодно мне это или не выгодно? Выгодно или не выгодно? Нет, ему выгодно купить 50 депутатов в законодательном собрании. Нет, вначале они наморщились, как им... 50, но нельзя купить 50. Да подождите. Вот. Вначале, значит, они решили, как они будут напрямую голосовать или всенародно. Приняли решение, что им выгодно. Потом они решили, кому удобно, депутатам или народу по пачке, по килограмму сахара и каши. Все это сосчитали и все. Для них дешевле сделать второй вариант. Забота о народе главной правильной. Это же... Чтобы во благо народа все делать. Чтобы оно поесть, на чай попить. Чтобы народ не напрягался. У нас, говорят, есть звонок. Есть у нас звонок, да. Так что все это иллюзия демократии, и все это обман. Хорошо. Диктатура. Давайте выделим внимание руководителю регионального отделения объединения профсоюзов России, СОЦПРОФ. СОЦПРОФ. Да, Игорь Бондарев у нас на связи. На связи у нас, и мы сейчас будем говорить. Это уникальная, на мой взгляд, возможность. Мне показалось, что это очень важно. Игорь Викторович представляет Трудовую партию России. Это новое образование, это новое образование, новые мысли. Игорь Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мы правильно озвучили, да? Правильно озвучили название партии? Совершенно точно. Итак, вы заходите, вот, собственно говоря, в партийные... Подождите. Туда. Не нарывайтесь, Дмитрий Михайлович, на рифму. Вы заходите сейчас в политические игры, в политические интриги, вот в это, вот все, что происходит. В реальности сегодняшнего дня вы заходите. Ваше мнение о том, что происходит? Что думает партия Трудовая, вот, что думает Трудовая Россия по поводу выборов прямые, всенародные. И вот здесь как бы острили по, вот, вновь появившимся партиям. Но я знаю, что вы как-то очень активно задвинулись в законодательное собрание Кировской области. Расскажите, что у вас происходит. Ваши цели, на что вы рассчитываете, да? Ну, вообще-то история идет по спирали, как известно. Поэтому, начиная с экономики, то есть создание свободных профсоюзов, они неизбежно перешли к политическим требованиям. Поэтому, конечно, мы тоже улыбаемся, когда видим много зарегистрированных партий. Но по поводу этой конкретной ситуации, безусловно, можно только смеяться и говорить о полной безответственности. Чьей? 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 Игорь Викторович, чьей полной безответственности? Мы говорим о выборах. Уточняйтесь, позиционируйтесь. Да, да, да. Сейчас как раз уточнимся. Давайте. Два варианта, да? То есть, один вариант. Все эти годы мы говорили о построении вертикали власти. И, соответственно, при назначении губернатора на себя ответственность брал бы премьер и президент. Если мы переходим к варианту демократии всенародных выборов, то тогда возникает вопрос, кто же все-таки в конечном итоге будет отвечать за детьми. У нас вырастает горизонталь власти, и мы начинаем походить на елку. Да, да, да. И каждая иголочка несет ответственность. Любимое слово патернализм у некоторых людей. Игорь Викторович, продолжайте. Позволит ли нам выбирать и быть ответственными? Ваше мнение. Ну, при таком законе, по-моему, мы все понимаем, что каждая иголочка несет ответственность. И, как получается, у Жванецкого, кто шил пиджак, да? Да, кто шил пиджак. Пуговицы прижиты насмерть. Да, поэтому я полностью согласен с Дмитрием Михайловичем, что вопрос при такой постановке стоит о том, кому все-таки платить. 50 депутатам или... Миллион 300 населения. А избирателей миллион 100. Вот так. То есть, ну, есть и другая ситуация, которая... Это было гипотетическое. Давайте не будем обижать все-таки олигархические круги. Не все там, не все там из этого разряда. Вот ваше мнение, что же всенародно или напрямую, или, как говорит Дмитрий Михайлович, кривовато? Как же будем? То есть президент или народ? Ваше мнение, что лучше? Ну, в чем-то ситуация, наверное, все-таки надо, чтобы ответственность была за президента, раз уж он начал. Ну, вообще, вы знаете, интересно, вот даже мнение, да, смотрите, мнение молодой партии, мнение, собственно, партии власти и оппозиции сходится. Еще, я знаю, что у вас есть некое событие, связанное с законодательным собранием. Расскажите, пожалуйста, это к тому, что, вы знаете, все-таки при желании можно зайти и зайти достаточно далеко. Игорь Викторович, что у вас там произошло? Вы получили какое разрешение? Ну, в общем-то, почему-то, хотя мы находимся в Кирове, центр у нас партии так же, как и профсоюза в Питере, мы через Питер получаем извещение о том, что теперь мы имеем право в соответствии с знакомым присутствовать на пленарных заседаниях и обсуждать вопросы. А можно я задам вам каверзный вопрос? И даже выступать один раз в год? Да. И даже выступать один раз в год? Можете выступать один раз в год? И даже выступать один раз в год. Ну, конечно, пожалуйста. А длинно или регламентировано? Насколько может партия Трудовая Россия вот написать доклад? Вот патриоты России точно скажу, что выступали. Хорошо. Игорь Викторович, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, он такой непростой. А вы в каком строю? Позиции, оппозиции или сбоку припёка? Вы где? Можно вас назвать оппозиционной партией? Ну, вообще-то назвать нас оппозиционной партией сложно, потому что всё-таки основной вопрос – это у нас трудовые отношения и защита прав трудящихся. А, минуточку, тогда автоматически получается. Партия Единой России, она практически составлена процентов... Она тоже за трудовой народ, кстати. Она тоже за трудовой, там же олигархи. Вы разделяете... Они же им работу дают. Вы разделяете социальную политику партии власти. Вот, то есть Игорь Викторович, извините, охраняя права рабочих, значит, он в оппозиции? Дмитрий Михайлович, ну, когда мы обратились к КПРФ по Новоавиадскому лыжному комбинату оказать помощь работникам, они поступили тоже, ну, так же, как Единая Россия. И красиво, да. Ну, вот, знаете, я по КПРФ, к сожалению, решения не принимаю. Да, это к Сергею Павлинычу или к Новоавиадскому лыжному комбинату? Безусловно к Сергею Павлинычу, к нему и обращались. Но решение не принято. Так, вы сейчас говорите, что трудовая Россия, фактически, вы представляете, вначале вы наработали силу, связанную с деятельностью профсоюзов по защите прав граждан, а потом объединились в партию? То есть не наоборот было? Да, то есть вы уже умеете бороться за права людей. Даже с учетом того, что сегодня ситуация, которая складывается в официальных профсоюзах, по собственности и по прочему, то, в общем-то, судя по всему, у нас много будет членов партии именно из официальных профсоюзов. Понятно. То есть официальные профсоюзы, это же Федерация профсоюзных организаций Кировской области, где сейчас, вот последние сутки, там начинаются какие-то не самые копошения, по поводу снятия главы, назначения новых и так далее. Вы знаете, Юрина, этот процесс ведь идет не один год, но весь парадокс ситуации в том, что в ближайшем суде по троллейбусному предприятию мы постараемся к ответственности за уволение работников еще привлечь в профсоюзную организацию официальных профсоюзов. За то, что они бездеятельные были? Совершенно точно не дали согласия на увольнение, не дали согласия на работу людей в фирмах, обнадневках. И вся ситуация по троллейбусному предприятию началась именно с работников. Они поставили вопрос о краже двигателей и так далее, и так далее. Ну что ж, забавно. Игорь Викторович, спасибо вам большое. Спасибо. Мы услышали мнение свежей, практически новорожденной партии, которая называется Трудовая партия России, и говорила от имени партии Игорь Викторович Бондар, руководитель реконделения Объединения независимых профсоюзов, соцпроф. Нам пора уже подводить итоги. Нам пора подводить итоги. А слушайте, а давайте вот сейчас, господин Турул, господин Русских, у нас к вам вопрос. Вы слышали, у меня к вам вопрос, вы слышали наш опрос. Как бы вы хотели выбирать губернатора? Прямые, то есть народные выборы, региональный парламент, президент, и выбрать формальность. Дмитрий Михайлович, вы куда галочку закрываете? Я считаю, что выборы в нашей стране, и в таком варианте, это формальность. Ну что, официальные данные? Может, вопрос из-за зазвучит? А мне, я думаю, точно так же формальность, и думаю, что и радиослушатели такой же ответ в большинстве. Счастье в жизни предстоит гадалка. Вот сейчас Лена сказала одну ошибку, что все оппозиционные партии, предстающие, сошлись во мнении. Я не понял, наше мнение в чем. Я слышал, что господин Лихачев сказал, что он за прямые выборы. Я сказала оппозиция. А, оппозиция. Да, ну, хорошо. Смотрите, как ситуация у нас с опросом. 100% голосов у нас буквально на две половины разбились. 60% за прямые всенародные выборы, а 37% за выборы. Это формальность. От их результата ничего не зависит. Ну, практически Левадо Центр был прав, дав в Коммерсанте информацию, что 68% жителей России хотят все-таки сами выбирать губернатора. Сами выбирать губернатора. Они думают, что им удастся выбрать губернатора, того, кого они захотят. Что им предстоит такую возможность, но ее не будет. Нет, я говорю, вы знаете, то огромное количество людей, которые, как правило, начинают возмущаться результатами выборов, потому что, знаете, вот сидишь там, разговариваешь, вот ты за кого голосовал? Мне говорят, я вот за этого, за этого, за этого. Я за этого, за этого, за этого, да? А почему он не прошел? А почему не прошел? А где я? Нет, вот достаточно большой круг общения, как бы, вот, все голосовали за одного, а потом, значит, выясняется... А он куда-то исчез. Валерий Николаевич, а вы куда? У меня встреча. А, у вас встреча, да? Хорошо, мы все, мы закрываемся, просим нашу традиционную музыку на завершение. Да, вот идет завершение. Мы благодарим наших гостей, напоминаем, депутата законодательного собрания Дмитрий Русских, Валерий Турула, было очень интересно, живенько. Мы обсудили многое, и вы знаете, мы пришли к единогласию, мы пришли к единомышлению, то есть то, что я говорила, игра в демократию. Фактически, да. Спасибо всем. Спасибо, обращаемся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин